Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня предлагаю поговорить о том, как обеспечивается порядок и общественная безопасность в нашем регионе. Присоединяйтесь! Анатолий Анатольевич Васильев, заместитель начальника УВД Гомельского облсполкома, начальник милиции, общественной безопасности, полковник милиции. Родился 26 января 1972 года в Гомеле. В 1994 году окончил Белорусский государственный университет транспорта по специальности строительства железных дорог, путь и путевое хозяйство. В 1999 году факультет переподготовки Гомельского Кооперативного института по специальности правоведения. В июле 1994 года пришел на службу в органы внутренних дел, которую проходил на различных должностях в блоке милиции общественной безопасности. С 2010 по 2015 год возглавлял Управление охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома. С ноября 2015 года являлся заместителем начальника милиции общественной безопасности. С ноября 2017 заместитель начальника управления начальник милиции общественной безопасности. Указами президента Республики Беларусь награжден медалями за безупречную службу третьей и второй степени. На вопросы, которые касаются направлений работы Анатолия Васильева, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Анатолий Анатольевич. Здравствуйте, Ольга. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Анатолий Анатольевич, хочу поздравить вас и всех сотрудников УВД с наступающим профессиональным праздником Днем Беларусской милиции. Ольга, пользуясь случаем, я также хочу поздравить всех действующих сотрудников органов внутренних дел, наших уважаемых ветеранов, членов их семей, также с профессиональным праздником Днем Милиции пожелать в первую очередь здоровья, тепла, удачи и успеха. Сначала о своей уже более чем 100-летней истории и до сегодняшних дней милиция о лицетворении принципиальности, справедливости и честности. Анатолий Анатольевич, мы провели свой опрос, какими качествами должен обладать сотрудник милиции. Я считаю, что сотрудник милиции должен быть честным и понимать, что он работает на общее благо своей страны. И это два самых главных качества, я думаю. Честью, честностью, здравомыслием, человечностью, в конце концов. Мне кажется, так. Честный, справедливый, уважать должен мы людей. Честностью, мужественностью и, не знаю, ну, наверное, верой в справедливость и в закон, которому он служит. Вежливый должен, во-первых, быть. Ну и правильный был. И все. А что значит правильный? Ну, не нарушать свои обязанности. Сотрудник милиции должен в первую очередь обеспечивать правопорядок, должен своим примером, своим видом подавать хороший пример, как для молодых, так и для старшего поколения. И в первую очередь это должно быть все в рамках закона. Честностью, благородностью, справедливостью, добротой, как ни странно, должны относиться к людям по-человечески. Добротой, вежливостью, упрямством, достижением своей цели. Честным должен быть, спортивным. Андрюша, каким еще? Подсказывай маме. Ну, смелым. Смелым, да. Умным. Настоящий мужчина, хотя там и женщины служат в милиции. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о работе милиции, общественной безопасности. Анатолий Анатольевич, есть ли вам что-то добавить к этим качествам, которые перечислили грамильчане? Ольга, я подписываюсь под каждым словом, что сказали наши грамильчане. И мы стараемся соответствовать, удается ли, на ваш взгляд. В целом, я считаю, что да. Анатолий Анатольевич, у нас уже есть телефонный звонок. Давайте выслушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Разрешите задать вашему гостю... Алло. Мы вас слышим, пожалуйста, не прерывайтесь. Говорите. Вашему гостю вопрос. Пожалуйста, не прерывайтесь. Хорошо. Вашему гостю вопрос. Значит, раньше был для выхода на пенсию сотрудник МВД стаж 20 лет и выход на пенсию в 45 лет. Ну, льготный выход на пенсию. В связи с увеличением общего стажа возраста выхода на пенсию, насколько увеличился специальный стаж и во сколько лет на пенсию. Поняли вас. Спасибо за звонок. Анатолий Анатольевич, прокомментируйте, пожалуйста. Значит, в связи с соответствующим указом президента у нас, у сотрудника ОВД, также увеличен, соответственно, стаж. И уже включительно до звания подполковник, соответственно, в 48 лет уходят сотрудники на пенсию, имеют право выйти на пенсию. Те, кто в звании полковник, 50 лет, соответственно. Поэтому мы, милиция и сотрудники милиции не оторваны от нашего населения. И все, что происходит в нашем обществе, оно напрямую накладывает свой отпечаток также на сотрудника милиции. Еще о пенсии не думаете, Анатолий Анатольевич? Нет. Хорошо. Тогда расскажите, пожалуйста, в целом, как характеризуется криминогенная ситуация в регионе, какие тенденции сейчас прослеживаются? В первую очередь хочу сказать, что у нас на территории Гомельской области, как и в целом на территории Республики Беларусь, оперативная обстановка сравнительно стабильная. Необходимо отметить, что у нас отмечен следующий тренд. Это уже на протяжении ряда лет отмечается общее количество снижения преступлений. Так, за 2017 год общий вал преступлений снизился на 7% или более чем на 1000 преступлений. Но хочу сразу сказать, что это не только заслуга сотрудников милиции. Если бы не было тесной связки, тесного тандема между сотрудниками милиции, сотрудниками следственных подразделений, прокуратуры, суда, таможни, пограничников, органов безопасности, нам однозначно не удалось бы добиться этого результата. Ну, а самое главное, вот тут правильно говорили люди, когда говорили о качествах милиционеров, мы находим поддержку у наших жителей Гомельской области. Почему? Десятки случаев, когда люди, видя правонарушения, незамедлительно сообщают милицию об этих правонарушениях, а ведь же быстрота реагирования это в первую очередь залог того, что преступление будет раскрыто. И самое главное, не единичные факты, когда люди сами задерживают как грабителей. Буквально несколько месяцев тому назад на территории Петриковского района девушка-таксистка, соответственно, подвозила молодого человека. Он принял решение завладеть ее машиной, соответственно, преступной. Девушка, когда оказалась на обочине без машины, остановила первую встречную машину. Там сидели молодые строители. Выслушав ее, сами организовали, соответственно, преследование преступника. Задержали его и вызвали сотрудников милиции. Буквально на днях на территории города Мозыря неравнодушный гражданин задержал двух лиц, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и повредили автомобили, которые стояли возле дома. И вот этот вот тесный тандем и эти факты свидетельствуют о том, что действительно милиция народная. И то, что мы делаем, оно делается в первую очередь на благо народа. И мы находим поддержку у народа и у жителей нашей области. Значит, есть доверие? Абсолютно верно. Я думаю, что многие из горожан согласятся, что в последние годы на улицах стало спокойнее, меньше совершается правонарушений, меньше каких-то неприятных встреч, меньше пьяных отдыхающих. Вот что для этого, какие меры принимаются и будет ли эта работа продолжаться дальше? Вы знаете, опять я вот, наверное, повторюсь, но тут недостаточно работы только одних сотрудников милиции. Да, у нас есть такой инструмент, как привлечение к административной ответственности по статье 17.1, мелкое хулиганство. Привлечение к административной ответственности по статье 17.3. Мы пользуемся этим инструментом. Но хочу сказать, может кто-то из наших телезрителей подумает, что у сотрудников милиции есть какая-то норма, кто-то ставит задачу, что надо 5, 10, 15 протоколов составить. Бытует такое мнение на количество протоколов, да? И к уголовной ответственности. Кроме этого, нельзя не отметить, мы живем в 21 веке, соответственно, прекрасно понимаем, наука движется вперед, технические средства связи, техника также движется вперед. Нельзя не отметить, что у нас есть 527 указ президента Республики Беларусь, в соответствии с которым утверждается перечень каждой области в городе Минске предприятий, объектов, которые должны быть оборудованы системой видеонаблюдения. И после этого, как этот перечень у нас в Гомельской области был утвержден председателем госполкома, соответственно, дается 6 месяцев, чтобы все эти объекты были оборудованы системой видеонаблюдения. Только за 2017 год более трех сотен преступлений было раскрыто непосредственно с помощью систем видеонаблюдения. В том числе и раскрывались тяжкие, особо тяжкие преступления. Ну, а Ольга, еще нет такой науки, которая могла бы сказать, сколько преступлений не допущено, когда потенциальный правонарушитель, зная о том, что за ним наблюдает всевидящее око, и он уже отказывается от своих преступных намерений. Кроме этого, нами также проводится активная работа по ограничению продажи спиртного в вечернее и ночное время. Что бы ни говорили наши оппоненты о том, что, возможно, рабочему, возвращаясь со второй и третьей смены, необходимо в 3-4 часа ночи купить булку хлеба и, соответственно, бутылку молока. Как показывать наш анализ, который мы проводим возле всех этих заведений ночных, объектов торговли. Это место концентрации, в первую очередь, криминогенного элемента. И, что немаловажно, этот криминогенный элемент непосредственно выжидает, когда лицо в состоянии алкогольного опьянения, захочет купить себе добавки, соответственно, и уже, пользуясь тем, что лицо, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не до конца контролирует свои действия, совершает преступления в отношении обычного гражданина нашего. Я думаю, что вы не часто ходите в ночник, 3 часа ночи закупаться, вам что-то надо, я извиняюсь, или пакет сметаны, или хлеб, такого нету. Я также не хожу. Поэтому комплекс этих мероприятий приводит к тому, что оперативная обстановка на территории в Омельской области находится под контролем, и она контролируемая. Ну, все-таки не могут все преступления перейти в категорию предотвращенных. К сожалению, регистрируются и грабежи, и разбои. На ваш взгляд, что является их причиной, что приводит вот к таким фактам? Ольга, вот мы внимательно анализируем, потому что, чтобы сотрудники милиции стали действовать и их куда-то направить в то русло, чтобы предупредить определенный вид преступлений, в первую очередь, конечно, мы анализируем ситуацию. Если брать вот озвученные вами виды преступлений уголовно наказуемых, это грабежи и разбои, они, да, в общей массе преступлений их отдельный вес ничтожит. Назовем это так, особенно разбоев. Но я вам хочу привести вот ряд других примеров. В первую очередь, это, конечно, пьянство. Мы, конечно, все взрослые люди, понимая, что рассказывая сейчас с экрана нашего областного телевидения, что пить вредно, и это приводит к нежелательным последствиям, может кто-то усмехнется, один из районов города Гомеля. Буквально события, которые имели место несколько дней тому назад. Взрослый отец, который работает на нормальном предприятии, занимает нормальную должность, взрослый сын. Сын знакомится возле магазина с двумя лицами, назовем их так, приводит их в дом, четвером они начинают распивать спиртные напитки, пьют, 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 потом расстаются. Эти два лица, видя, соответственно, абсолютно чужие, повторюсь, никто их раньше не видел, видя, что в этом доме очень хорошая обстановка, есть что похитить, одевают маски, проникают через окно, связывают отца с сыном, которые были с обутыльниками буквально несколько минут тому назад, и похищают все, что можно было похитить с этой квартиры. Незамедлительно, хорошо, что незамедлительно к нам прошел сигнал, соответственно, и по горячим следам это преступление было раскрыто. Но что еще людям рассказывать, как рассказывать, что в первую очередь надо себя контролировать, да, нет у нас на территории Республики Беларусь сухого закона, но вместе с тем, даже если кто-то выпивает, он должен это с головой делать. Да, а к сожалению, наверное, тут такое дело, что чем больше объем выпитого, тем сложнее. Абсолютно верно. Дружить с головой, а проще подружиться с какими-то товарищами возле магазина. Вы озвучили вот тему грабежей. 30% на территории Гомельской области грабежей, что совершены в текущем году, это, я считаю, в первую очередь недоработки службы охраны наших всех гипермаркетов и торговых центров. Потому что мы с вами идем в эти все торговые объекты покупать продукты питания, а кто-то идет специально совершать кражу. Что в основном похищают? В основном похищают опять-таки спиртное. Никто, не было у нас таких фактов вот в этом году, что кто-то похитил детское питание, допустим, или кто-то похитил подгузники или хлеб. Похищается спиртное и то, что можно использовать в качестве закуски. Поэтому мы тут тоже активно работаем с охраной всех этих торговых объектов, потому что в первую очередь наличие того же качественного видеонаблюдения, нормальные профессиональные действия сотрудников охраны, они будут способствовать тому, чтобы свести к нулю этот вид преступлений. Скажите, пожалуйста, а какое имущество наиболее часто становится предметом преступного посягательства, что чаще всего пытаются украсть? Вы знаете, вот в последнее время, да, конечно, и по сводке у нас проходят, и телевизоры, соответственно, и сотовые телефоны, но больше уже преступники тоже, они наученные, мы учимся, преступный элемент тоже обучается. Первое, что это то, что легко можно положить в карман. То есть это деньги и драгоценные изделия, соответственно. То есть, чтобы можно было спокойно уйти, никто не заметил. Потому что, согласитесь, когда в вечернее ночное время кто-то тащит телевизор, и соседи могут обратить внимание, соответственно, и сотрудники милиции, которые патрулиют. Но когда рядом с нами идет, извините, или милая девушка, или милый молодой человек, и что у него лежит в кармане, мы с вами не сможем проконтролировать. А в случае нападения на людей, для того, чтобы отнять эти самые драгоценности, или телефон, или часы дорогие, это насколько распространенное явление? Вы знаете, для территории Гомельской области они однозначно не распространенные. Они, такие факты, я не могу сказать, что они сведены к нулю, они имеют место, но они единичные, и в своем большинстве они все раскрыты. Но опять-таки, когда такие факты имеют место быть, это значит, или преступник, или жертва, а зачастую оба находились в состоянии алкогольного опьянения, и не давали отчет своим действиям. Да, еще эту тему продолжим, потому что это на самом деле такая предтеча очень многих бед у людей от алкоголизма. Хотела бы рассмотреть вопросы, которые пришли к нам на Вайбер. Я гуляю с собакой в разное время суток, и с недавних пор перестал видеть патрульных на улице. С чем это связано? Район улицы Чечерская конечная. Александр Александрович, спасибо за сигнал. Анатолий Анатольевич, пожалуйста, помните. Вы знаете, я... Может быть, это просто случайность, и в разные стороны... Вы знаете, в соответствии с той штатной структурой, что имеют сотрудники органов внутренних дел Гомельщины, мы однозначно не можем патрулировать все улицы нашего города Гомеля. Понимаете, у нас более 500 тысяч жителей проживает, и, соответственно, и так зачастую вы, наверное, в средствах массовой информации читаете о том, что в Республике Беларусь наибольшее количество сотрудников милиции, хотя это однозначно неправда, и это не соответствует действительности. В первую очередь, наряды патрульно-постовой службы, группы задержания Департамента охраны, они выставляются в наиболее криминогенных местах и на тех улицах, где ранее были зарегистрированы, соответственно, наибольшее количество как административных, так и уголовных правонарушений. Если улица не является объектом концентрации правонарушений, достаточно там автопатруля, который с некоторой периодичностью проедет, и проконтролирует обстановку, а именно уже, еще раз повторюсь, наряды ставятся в первую очередь там, где наиболее граждане могут быть подвержены совершению в отношении их правонарушений. А у нас это какие улицы и какие районы в основном? Вот такие самые неблагоприятные с этой точки зрения вы анализируете ведь? Конечно, да. Можете поделиться? В первую очередь, как мы уже отмечали выше, это различного рода увеселительные заведения. Однозначно, все объекты, осуществляющие торговлю спиртным в ночное время, это вот однозначно, это в первую очередь те места концентрации и негативного элемента, если можно так выразиться, которые склонны к совершению правонарушений. А что касается вот именно самой застройки, это новый микрорайон или это старый район города Гомеля, здесь это имеет значение? Нет, абсолютно никакого не имеет значения. То есть то, что это на настройке, то, что это окраина города, это на ситуацию не имеет значения? Нет, вы знаете, в своем большинстве нет. Вопрос в инфраструктуре развития района. Что там есть? Как правило, с пятийными заведениями, да? И около них вся эта криминальная история и разворачивается. Понятно, но это значит все хорошо на улице Чечерской. Продолжим. Часто в милицейских сфотках фигурирует хищение с молочно-товарных ферм. Вывозят даже оттуда комбикорм, причем иногда преступники идут на всяческие ухищрения, да, вроде того, как прицепить к живую повозку к автомобилю и так вывезти. Скажите, пожалуйста, каковы причины? Это недосмотр руководства этих предприятий, какое-то халатное к этому отношение? Ольга, ну я хочу сказать, я бы, наверное, немножко с вами, наверное, не соглашусь, но вот вы сейчас сказали, используют ухищрения. Нет, вы знаете, они больше... Это все достаточно открыто? Да, открыто, и чувствуя, я не знаю, почему-то определенную свою даже безнаказанность, можно сказать, вот был этот факт, который имел место в Житковичском районе, соответственно, почти несколько сот килограмм было комбикорма похищено. Я вам хочу сказать, что такие факты не единичны, вместе с тем, по каждому такому факту проводится разбирательство совместно с руководством управления у комитета по сельскому хозяйству. Более того, каждый понедельник на рабочем совещании начальника УД Гомельского облсполкома наш, генерал-майор Захарчук Владимир Андреевич, указанную информацию доводит до руководства облсполкома. И опять-таки, по каждому такому факту идет разбирательство. Хочу сразу предупредить потенциальных правонарушителей. Вот по данным всем фактам, если нет состава уголовно наказуемого деяния, составляется протокол 10.5, это мелкое хищение. Штраф до 50 базовых величин или административный арест сроком до 15 суток. Плюс ко всему, указанные правонарушители, соответственно, увольняются с данного сельскохозяйственного предприятия. Овчинка не стоит выделки. Ольга, но я хочу сказать, что мы активизировали работу. Мы не можем сказать, что наше сельское хозяйство захлестнуло криминал. Еще лет 10-15 тому назад факты краж крупного рогатого, скатала, шадей, это измерялось десятками фактов. В настоящий момент такого нету. Такие факты единичны. И это можно говорить о том, что правоохранительные органы, в первую очередь милиция, они активизировали свою работу. Эта работа стала более эффективнее проводиться. Хорошо, продолжим тогда. Мы уже с вами говорили, что основная причина любых трагических происшествий и на производстве, и уж тем более в быту, это пьянство. Что милиция региона может с этим сделать? Может предотвратить поступление контрафакта, да? И самогона на этот темный рынок. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация сейчас, насколько актуальны, какие меропринимаются? Да, одно также из главных направлений деятельности сотрудников органов внутренних дел, это пресечение, как вы правильно сказали, контрафакта спиртосодержащей продукции. Тут нам нужно его разделить на две части. В первую очередь это самогон, который изготавляют наши умельцы, назовем их так. Но хочу напомнить, что существует административная ответственность в соответствии со статьей 12.43 Кодекса административных правонарушений. Даже факт приобретения самогона, того же 0,5 литра, это тоже влечет за собой административную ответственность. Плюс поставки, которые происходят с территорией Российской Федерации, это спирт, который по большому счету ни в коем случае пить нельзя, но наши люди любят на себе ставить соответственные эксперименты, размешивают, считают, что это очень полезный продукт, назовем их так. Но вместе с тем, были бы тут медики, они бы назначили лекцию на минут 20-30, бы рассказали, как он полезен, этот продукт. Но я хочу сказать, что с незаконного оборота нами выведено в прошлом году почти 70 тонн фальсифицированных продуктов, спиртосодержащих, и более 1800 правонарушителей было привлечено к административной ответственности. Поэтому тут, соответственно, идет очень серьезная работа. И для всех наших телезрителей хочу сказать, что у нас существует телефон горячей линии 46-44-44, повторюсь, 46-44-44, и в круглосуточном режиме анонимно можно позвонить на этот телефон и сообщить любую информацию, если кто-либо продает контрафактную спиртосодержащую жидкость или занимается ее изготовлением. Анатолий Анатольевич, диалог продолжает с нами. Телезритель, который ранее нам писал об улице Чечерской, «У меня есть собака, гуляю, как стать добровольным патрульным?» Спасибо большое за такую инициативу. Инициатива принимается? Однозначно принимается. Если наш уважаемый телезритель является работником какого-либо предприятия, ему необходимо обратиться к руководству этого предприятия, потому что на сегодняшний день у нас на территории Гомельской области насчитывается порядка 10 тысяч наших добровольных дружинников, членов добровольных дружин. И, соответственно, если предприятие крупное, на этом предприятие работает дружина. Если он не работает, он праве обратиться в администрацию этого района, если он уже гуляет по городу Гомельеву, в администрацию железнодорожного, соответственно, или центрального района, в соответствии с законом об участии граждан в охране правопорядка, даже в индивидуальном порядке гражданин может, соответственно, принимать участие в патрулировании, оказывать помощь сотрудникам милиции. Но в первую очередь хотелось бы сказать спасибо за активность этого гражданина. Если он не будет проходить мимо тех правонарушений, которые совершаются и будет незамедлительно информировать сотрудников милиции, это уже будет огромная помощь для нас в деле охраны общественного порядка и поддержания належащего уровня охраны общественного порядка. Спасибо большое. Предлагаю сделать небольшую паузу. Наши корреспонденты побывали в Жлобинском РОВД и познакомились с лучшим участковым инспектором страны. Этот фильм по заказу РОВД Жлобинского райисполкома снят ровно год назад. В кадре были исключительно сотрудники райотдела, для которых те съемки стали своеобразными учениями в условиях, приближенных к реальным. Правда, за прошедшее время на такие вооруженные задержания им выезжать не приходилось. Однако это не значит, что они оставались без работы. Погони и перестрелки – это больше для кино. На деле деятельность, которая для многих покажется рутинной, однако здесь главное – результат. В наш район входит четверку крупных райотделов, четвертой категории по Гомельской области. Как Мозорский, Советский, Жлобинский, так и Жлобинский. За 2017 год фактически у нас мы добились хороших результатов положительных. В своей категории мы заняли первое место, согласно наших всех критериях. Удалось снизить и общую преступность на 2,7%, в том числе и по линии Уголовного розыска. Я скажу, да, действительно, район сложный, но контролируется ситуация. Кроме достаточно значительной территории, Жлобинский район можно выделить и по еще одной причине. Благодаря крупным предприятиям уровень жизни здесь всегда был высоким. Как итог, по количеству автомобилей Жлобин занимает лидирующие позиции в республике, а районы вокруг города буквально усыпаны дачами, что в свою очередь всегда привлекало преступников, в том числе гастролеров. Впрочем, не остаются без внимания сотрудников милиции не только те, кто уже совершил или только собирается совершить преступление. В Жлобинском профессионально-техническом колледже разговор о самом актуальном. Во время празднования Дня защитников Отечества одного из учащихся задержали в общественном месте в пьяном виде. Второй, тоже в состоянии алкогольного опьянения, вообще совершил уголовно наказуемый поступок. Еще одна проблема современной молодежи – распространение в социальных сетях материалов порнографического характера и оскорбления в адрес других людей. Не всегда беседы одной достаточно. Зачастую необходимо комплексно подходить вместе с педагогами, вместе с родителями, проводить глубокую работу, вовлекать их в неучебную занятость, в неурочную, чтобы они в своем свободное время знали, где необходимо находиться, используя и проводили его. Когда подросток будет занят, у него не будет достаточно времени для того, чтобы совершить какое-то злодеяние. Он будет думать, что ему необходимо на тренировку сходить. Для старшего участкового Андрея Ткачева посещение лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, – часть повседневной работы. Задаваемые вопросы практически везде одинаковые. Трудоустройство, отношения с соседями, употребление спиртных напитков. В этот же день нужно еще посетить одного из семейных скандалистов и нескольких одиноких престарелых. Сегодня на участке капитана милиции проживает около трех тысяч человек. Впрочем, самому Андрею его работа нравится. И не просто нравится. В Гомельской области он один из лучших. В 2016-м на областных соревнованиях участковых инспекторов занял второе место. В прошлом году первое. На республиканском этапе уступил победителю всего два очка. Теперь, если будет такая возможность, планирует попробовать свои силы вновь. Кстати, победителя республиканского этапа наградили служебным автомобилем. Андрей Ткачев привез в Жлобин компьютер последнего поколения. Тоже служебный. Конкурс тяжелый. Консультации, как говорится, все участники были достойными. Поэтому кому-то подвезло больше. Вот и все. Любой мог выиграть. Кому-то больше повезло, кому-то меньше. Кого-то багажина немножко больше, чем у меня. Кого-то чуть меньше. Вот так и вышло. Пока еще второй. Посмотрите диалог заместитель начальника УВД Гомельского госполкома, начальник милиции общественной безопасности, полковник милиции Анатолий Васильев. Сегодня у нас в гостях. Анатолий Анатольевич, конечно, на плечи участкового ложится очень многое. И в первую очередь это основная нагрузка по разрешению семейных, бытовых конфликтов, скандалов, которые могут выглядеть максимально некрасиво, неприглядно и закончатся трагически. Скажите, пожалуйста, как эта ситуация сегодня у нас в регионе оценивается? Она становится со временем проще или наоборот? Нельзя сказать, что она становится проще. Вот, хочу сказать, что сложность профилактики бытовой преступности, это то, что эта преступность носит очень такой скрытый, латентный характер. Согласитесь, не каждая семья будет выносить ссор из избы и сообщать о том супруге, о том, что ее гоняет, избивает муж. Дети начнут жаловаться о том, что они домашнее насилие терпят или от матери, соответственно, или от отца. До последнего никто не признается. Да, поэтому, и вот тут опять хотелось бы обратиться, вот, ну, в вакууме мы не существуем. Мы ни на Луне, ни на Марсе живем, соответственно. Все эти крики, скандалы, факты избиений, даже то, что, извините, жена ходит синяками под глазами, это, в первую очередь, видят и соседи, видят, соответственно, те люди, с кем работает эта женщина, с кем учатся эти дети, это все в школе видно, соответственно. Когда потом начинаешь разматывать этот клубок, действительно, рисуется очень неплодоприятная такая ситуация, что все ждали, когда придет милиционер. Но, поймите, милиционер, он уже приходит уже по факту совершения чего-либо, и, соответственно, уже потом принимает меры. Да, у нас очень большой нам даны полномочия. Это, в первую очередь, мы активно принимаем такую меру профилактического воздействия, как привлечение к административной ответственности по статье 9.1 Кодекса административных правонарушений. По нашей инициативе эта статья дополнена сейчас более широко не только мы реагируем на факты физического воздействия, но даже и морального воздействия, морального деспотизма со стороны одной из половинок супружеской жизни, если можно так выразиться. Дальше, если эти факты происходят в системе, данное лицо, семейный тиран, ставится, соответственно, на профилактический учет, и в отношении его выносится так называемое защитное предписание. Что такое защитное предписание? Это новелла, которая предусмотрена законом об основах деятельности по профилактике правонарушений. Это защитное предписание действует на срок от 3 до 30 суток. В соответствии, после того, как вынесено защитное предписание, домашний тиран должен покинуть место проживания, соответственно, со своей второй половинкой. Не должен ее не доставать ни телефонными звонками, не узнавать, где она проживает, не трогать и не видеться, соответственно, с детьми. И также предусмотрено административное ответство за нарушение требований этого защитного предписания. О том, что это мера эффективная, я проведу только следующую статистику. В 2017 году в отношении семейных дебоширов было вынесено более 600 защитных предписаний. И, как следствие, ни один семейный дебошир, после того, как в отношении его было вынесено защитное предписание, больше не совершал ни тяжкого, ни особо тяжкого преступления в сфере семейно-бытовых отношений. Еще раз повторюсь, это очень серьезная мера. И самое главное, самое главное, я считаю, это позиция не выносить ссор из избы, она до добра не доведет. Она будет способствовать различного рода тяжким последствиям, а не исключено и даже приведет к летальному исходу, соответственно. Ну, рано или поздно, да, что-то случится. В каком случае выписывается это защитное предписание? Защитное предписание, оно выписывается и тому семейному дебоширу, у которого уже семейные конфликты, они уже чуть ли не профессиональное хобби, и он находит именно вот таким путем удовлетворить свое самоборудование. Но решение о нем принимает кто? Сотрудники органов внутренних дел. И участковые? Да, сотрудники милиции, да. Руководство отдела принимает это соответственное решение. Давайте ответим на вопросы наших телезрителей, которые пришли к нам на Вайбер. Есть их уже несколько. Беспокоит Татьяна Михайловна. Мой сын вернулся с заработков и запил. Слада уже нет. Как-то можно повлиять на его поведение? Ну вот, как раз такой семейный дебошир. Да. Ну, слава Богу, пока, Ольга, тут семейного дебошира не видно, потому что был бы семейный дебошир, это было бы еще хуже. Пока он тихий пьяница. Но скоро он и станет семейным дебоширом, вы абсолютно правильно заметили. Ольга, однозначно посоветовать нашей телезрительнице хочу следующее. В первую очередь, надо серьезно поговорить с этим сыном. Никто так не знает своего сына, как мать. Согласитесь. Она знает. Ну, не могло быть такого, что 30 лет он не пил, вел себя нормально и потом, соответственно, резко принял решение запить. Что-то однозначно произошло. И в первую очередь, это должны поговорить мать, тот человек, которому сын доверяет. Если это, соответственно, не помогает, однозначно надо обращаться к своему участковому инспектору милиции. Участковый инспектор милиции предложит ряд предложений. Это, в первую очередь, конечно, совместно надо будет проходить курс лечения, если уже запои пошли. Ну, и если уже нет никакого реагирования со стороны этого человека, который ушел в запой, однозначно тут будет дальше и привлечение к административной ответственности. А для особо одаренных, в кавычках, тех, кто систематически нарушает общественный порядок в состоянии алкогольного опьянения, на сегодняшний день у нас в стране действует очень эффективная мера. Это направление в лечебно-трудовой профилакторий. В лечебно-трудовой профилакторий в своем большинстве решениям суда направляются пьяницы-дебоширы сроком на один год. Оно у нас находится, соответственно, почти в городе Светлогорске. Еще раз повторюсь, это очень эффективная мера. В первую очередь, жертвы этого домашних тиранов, они отдыхают год. И год есть у нашего правонарушителя задуматься, соответственно, о своем поведении. И что дальше происходит, Анатолий Анатольевич? Люди задумываются, люди меняются, что с этими семьями происходит дальше? Знаете, конечно, хотелось бы мне, Ольга, сказать вам и нашим чрезвитетам, что на 100% эти люди справляются. Но однозначно это не так. Есть у нас люди, которые по несколько раз направляются в лечебно-трудовой профилакторий. Но, вы понимаете, даже если один из десяти, он исправится, это будет большая победа. Когда человек вернется в семью, станет, ну, с большего, опять он станет сыном, отцом нормальным для своей семьи. Потому что в своем большинстве это опять-таки мужчины, хотя и женщины уже начинают не отставать, Ольга, в этом деле уже. Если раньше у нас был один лечебно-трудовой профилакторий, сейчас у нас уже в республике их несколько. И наши женщины, наши прекрасные половины очень активно заполняют лечебно-трудовой профилакторий. Прогрессирует женский алкоголизм, да? Вот это тенденция, которую точно хорошие никак не назовешь. Феминизм проявляется даже тут. Ох, мне кажется, дело не в феминизме. Давайте продолжим. Дмитрий Владимирович из Речицы. В ЖЭУ висит объявление о какой-то встрече с участковым его отчет о работе. Есть ли смысл туда идти? Для кого участковый проводит отчет о своей работе? Знаете, однозначно я хочу посоветовать нашему телезрителю, чтобы он сходил на это мероприятие. Почему? В своем большинстве, вот мы с вами говорили, участковый инспектор милиции работает с лицами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, с семейными, небольшими лицами, вернувшимися в место лишения свободы. Хотя да, предусмотрено, что участковый должен проводить соответствующую профилактическую работу и с нормальными людьми, кто не попадает в поле зрения его. Но зачастую участкового времени не хватает. Поэтому уже существует практика на несколько лет, когда действительно участковый может рассказать о состоянии оперативной обстановки, которая сложилась на территории района, где проживает человек. Какой вид преступлений наиболее, соответственно, распространен в этом районе. Оставить свои координаты. Поэтому однозначно идти надо. Эта беседа, она только расширит и кругозор наших зрителей. Конечно, как минимум нужно быть знакомым, существовавшим, знать, как его зовут, как его найти. На улице зима, дорога сложная. Как в ГАИ в таких условиях справляются со своей работой? Анатолий Анатольевич, есть ли сейчас действительно обстановка не самая благоприятная на дорогах? Есть ли всплеск? Вы знаете, да, даже утром сегодня, когда я направлялся на работу, увидел аварию, соответственно. Но хочу сказать, что в целом те меры, которые принимают сотрудники управления государственной автоинспекцией Гомельщины, совместно с другими службами, они способствуют поддержанию нормальной обстановки. И 2017 год, соответственно, мы закончили со снижением как общего количества дорожно-транспортных происшествий, так и, соответственно, количеством них погибших. Да, красной чертой у нас идет, у нас, как и на Брещене, зарегистрированы рост погибших несовершеннолетних с одного до пяти факта. Но, опять-таки, даже разбираясь по каждому факту, были установлены, соответственно, недоработки со стороны различных субъектов профилактики. Но, в первую очередь, я хочу обратиться к уважаемым нашим автовладельцам, которые водители. Не забывайте, что вы не всегда сидите за рулем, вы становитесь пешеходом. И поэтому, даже совершая какие-либо действия, находясь за рулем автомобиля, представьте, что вы тоже являетесь пешеходом. Поэтому зачастую очень многое зависит именно от тех людей, которые находятся за рулем. Да, на самом деле так. Анатолий Анатольевич, спасибо большое еще раз с будущим, с наступающим профессиональным праздником у вас. Спасибо большое за приглашение. Заместитель начальника УВД Гомельского облсполкома, начальник милиции общественной безопасности Анатолий Васильев был сегодня у нас в гостях. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова